Смотрите, как тут побрили травку, как мех теперь лежит. Была высокая трава, вот так все побрили, почистили. Кто-то уже бросил бутылку. От жары трава как выгорела, желтая все. Ну что, теперь полить надо. Я заказываю полив здесь, посмотрим, как это сработает. У нас вечернее чаепитие, мы так хорошо сейчас поужинали. И вот пришли в отель. И прям лень, да? Чаек, Лариса, принесла. Ана сегодня ездила опять в центр, купила пахлаву. Это пахлава? Я сейчас ходила водички, купила бутылочку. Тряпочки. Уже надо готовиться к отъезду. Вот такие они классные, такие прям толстые. Прям большие, огромные. Ими даже полы можно, наверное, мыть. Ну, если так вот, руками. Ну, и для посуды, конечно, они огромные. Для стола, для кухонного там протирать. Гигантские. Так, что-то хотела я вам рассказать. Как хорошо. Вернулись домой. Здесь так тихо, чисто. Уютно, уютно, по-домашнему. Хотели там в холодке посидеть? Ну, я хотела. А Лариса решила, что нам сегодня надо на улице. Ну, влажный сегодня, да? Вечер такой прям душноватый. Видите, как тут хорошо тихо. Ни шума, ни гамма, ни крика никакого. Да, Лариса? И вот я люблю троечки, двоечки именно за это. А если еще и чистота, как в калибре, и доброе такое отношение, то вообще замечательно. Ну, и здесь как дома. Ну, давай ешь, покажу тебе, как тебе вкусно. Давай. Орешки там внутри, да? Нет, только по бокам. По бокам такие огромные, да? А так они весь в сахарном сиропе. Боже, какие они сладкие. Я даже боюсь. Ну, одну только обойду. Ну, Ларис, больше не надо. Очень такие они сладкощие, аж блестят все. Мы с Ларисой пошли на прогулочку. После чаепития с плюшкой сладкой-пресладкой. По этой улочке пойдем? Или там? Пойдем, пойдем. Как мне нравятся эти улочки. Вот гулял бы, да гулял. Они такие уютные. Они такие тихие. И ароматные. Вот где туя растет, там хвоей прямо пахнет. Такой хвойный запах. Прелой хвои. Такой приятный. Возле жасмина проходим. Пахнет жасмином. Уже вот стемнело. И аромат жасмина. Везде. Ой, посмотрите, как все уютненько. Балкончики. Люди живут своей жизнью. Как мне нравится наблюдать за этим. Уже тоже какой-то отельчик. Отельчик, конечно. А, нет, кафе. Кафе, да? На первом этаже, наверное, кафе. А на втором этаже, третьем, люди живут. И кошки везде гуляют. И кошки. Вегетарианское. Так, это что за? Ну, го, лама. Отель. Тоже какой-то заброшенный. Да? Окна открытые. Везде темно. Открыто даже. Полин сейчас проходили. Темнота. Отель Полин. Вот в прошлом году он еще теплился. А в этом году все. Затих. Кафешка рыбная. Балык 7. На шумную улицу выходим. Туркай Хотел. Большой какой отель. Туркай Хотел. Да, это, наверное, пятерочка. Нет, думаешь? А что, городские в Стамбуле, например, плаза, отель. Он тоже городской, но он пятерка. Причем такой, как космический корабль. Он такой шикарный. Там, видишь, небо стоит. Там такая иллюминация в номере. Единственное, там нет балкона. Но он отель шикарный. И только на завтраках. Но отель пятерка. Ого. В Стамбуле. Да. Есть? Нет. Это он привлекает внимание. Мороженец. Но сегодня мы не будем бандурму есть. Мы сегодня сладкого употребили достаточно. Завтра, может быть. А нет, завтра у нас по плану тарталетки. Мы потихонечку не налегаем. Рыбный ресторан. Мы наедаем. Мы вчера с Ларисой рыбы отведали. Как было вкусно. Как это называется? Чупра. Чупра. Карада. Да. Очень вкусно. С салатиком. Смотри, какая висит нога. Баранья нога. Ну, это реклама, наверное. Это не настоящая. Ларис. Думаешь, прям настоящая, что ли? Да, ну. Что, прям холодильник тебе тут построили? Ага. Мне кажется, это муляжи. Лена, это настоящая нога. Ты посмотри. Только это кто был-то? Бизон? Ну да. Вон же стоит. Точно. Это у них холодильник такой, что ли? Наверное. Ну, давай тут смотрим. Иди сюда. Ой, просто холодно. Да тут весь магазин холодильник. Да? Тут просто ледник. Как у них все красивенько распасовано. Да? Цен нету. Мы сейчас отсюда попросим. Цен нету. Потому что мы без массы. Сейчас скажут. Ну-ка, идите-ка. Ой, как красиво все у них распасовано. Биш-тексы. Угу. Слушай, ну да, мясо у них стоит, но у них такая подача красивая, да? Все. Пошли. А тут вот они прямо и могут приготовить. Ну-ка, ну что-то. Угу. Ну, теперь вижу, что настоящее. Давай попросим, чтобы тебе ее поджарить. Они ее месяц будут жарить. Какая она, бочка у вас. Они ее месяц будут жарить, ты ее пять минут будешь есть. Дарья, так здорово. А я не замечала, наверное. Да? Мы вот этого бычка-то видим, часто проезжаем. А магазин, что-то не обращали внимания на него? А как чисто все. В магазине даже мясом не пахнет. Поняла, да? Мы зашли, как будто это вообще не мясной магазин. Всем привет. Мы в Озделек собрались в торговый центр. Вообще я против дневных вылазок. Жарко очень. Ну, сейчас как-то не жарко вроде, да, Ларис? Как-то вот нормально. Кроме того, я взяла с собой бутылку с ледяной водой. Прямо там лед из морозилки вытащили. И косыночку намочила. Так что, если мне будет очень жарко, я знаю, как спастись. Это мне зрительница подсказала моя, что надо косынку холодную, мокрую надевать на шею. Костя что-то тоже говорил про мокрую. Ну, про косынку же говорил, да? Ну, и воду это Лариса уже придумала. Лариса воду мне выделила ледяную. Иди, говорит, гулять. Бери с собой холодильник. Нагуляемся сегодня. Накупались. Поели хорошо, позавтракали. Собрались и поехали. Я даже прическу сделала. Не знаю, насколько хватит влажности. Смотри. Давайте. Апельсинки уже с одного бочка поспевают. Где-то рыженькие. Которые, наверное, к солнцу больше. Они прямо вот сверху, пятнышки такие рыжие у них. Так, девочки и мальчики, здесь наши остановки. Вот так наши остановки называются. Томбай, отель, ураль. Можно доехать до Ось-Дилека на 51 и 51 А. Вот они оба идут. Почти до конца. Да, да, почти конечные. Не доезжают до Ось-Дилека. Прям очень удобно от нас ехать до Ось-Дилека. Не надо ехать на колене. Делать пересадку на трамвай. Вот просто сразу отсюда на двух автобусах. Любой выбирайте. Ну вот, ждем. Ждем, ждем. Автобусов пока нет. Ну, слава богу, нет такой сумасшедшей жары нормально. Спокойно. Дождали, ждали. Наши соперники не дождались. Сели на 18-й. Он быстро идет до Марта Анталии. А мы там пересядем на трамвайчик и все. И были таковы. То есть решили с пересадками доедать. Это быстрее все равно будет, чем ждать наших тут. Ой, это стекло такое горячее. Даже рукой прикоснуться не могу. Кипяток вот здесь вообще. Горячее. Оно с той стороны-то черное. А с этой стороны видно. А с той стороны автобус просто черный. Пленка наклеена. Вот остановка Мигрос, про которую я вам говорила. Спрашивали, где можно карту пластиковую купить транспортную. Вот я покупала на этой остановке. Сейчас я вам покажу этот ларечек. Можно покупать и в других местах, в магазинах. Не помню где. Но я вам показываю, где я покупала. Смотрите, сейчас будем проезжать. Вот терминал пополнения. А вот этот ларечек. Вот. Тут всякие чупачупсы, жвачки, продают сигаретки. И вот проехали мы сейчас. И вот там можно транспортную пластику картуать. Мигрос. Он близко к нам. Остановок 6, наверное, мы едем до него. Может, 5. 5. 5. Но сегодня нам не туда. На 18-м доехали до Марканталии. И сейчас вот просто возле этого торгового центра Марканталии пройдем до остановки трамвайной, сядем и доедем до Озделека. Это близко все. Скажите, что не на 12 ехали, не больше. На шестерке дольше, да. Она кругля дает. Еще и топать надо. Можно было раньше на одно остановку выйти там. Тогда надо было по ходу движения автобуса еще немножко пройти. Ну вот уже эта остановка. Очень быстро пришли. А? Наш этот как-то гид. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok